Три спецдокладчика ООН призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который с 14 мая держит голодовку в российской колонии. Об этом сообщают в заявлении от имени спецдокладчика по вопросу правозащиты Мишеля Форса, спецдокладчика по вопросу о поощрении защиты прав в свободу мнений Дэвид Кейн и спецдокладчик по вопросу о праве человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайнюс Ураса. Все трое заявили, жизнь Сенцова находится в опасности. Его голодовка началась после судебного процесса и приговора, которые не соответствовали нормам международного права. «Мы призываем российские власти немедленно освободить его без дополнительных условий», говорится в заявлении. Спецдокладчики также призывают сразу после освобождения обеспечить Олегу Сенцову лечение, если он на это согласится. Но это еще не все. Управление по обеспечению конституционных прав граждан при администрации президента РФ отказала матери режиссера Олега Сенцова в помиловании ее сына. Они заявили, что для начала процедуры помилования украинец должен сам обратиться лично к президенту Владимиру Путину с такой просьбой. «Вот же, тварь, я поражаюсь, сколько подлости в этом человеке. Весь мир не просто требует, кричит, не было еще ни одного дня, чтобы где-то кто-то что-то не сказал о Сенцове. А этот несчастный ублюдок требует еще персонального обращения к нему. Он хочет, чтобы человек унизился. И, что самое страшное, все прекрасно понимают, что даже если Олег Сенцов это сделает, эта тварь его все равно не помилует. Я не знаю, что будет с Владимиром Путином. Я подозреваю, что то, каким является российский народ, они ему еще дадут персональную пенсию где-нибудь в Геленджике. Но на самом деле только за это одно дело его нужно посадить на три пожизненных срока. Не расстрелять, ни в коем случае посадить в российскую тюрьму до конца его дней и чтоб ходил раком руки кверху. Это единственное желание, которое у меня возникает, когда я читаю такие новости. Мать Сенцова попросила, несмотря на то, что Олег Сенцов запретил ей это делать. Она попросила, и он все равно ей отказал. Это не человек, это редкая мерзостная тварь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова